Здравствуйте, мои подписчики и гости канала. В этом видео рассмотрим пресс-инструмент для таблетирования. На качество спрессованных таблеток влияет состояние пресс-инструмента, который состоит из матрицы и пуансона. Большое значение для изготовления высококачественного пресс-инструмента играет исходный материал. Он должен обеспечивать твердость деталей, чтобы уменьшить истирание штампующих поверхностей пресс-инструмента и не быть хрупким для противостояния ударам. Для изготовления пресс-инструмента таблеточных машин применяют стали высокой твердости, такие как ХГ, ХВГ, 12ХН3А и подобные. Стали этих марок дороги и дефицитны. Изготовление пресс-инструмента из них отличается сложностью и трудоемкостью. В тех случаях, когда таблетируемый материал обладает коррозионной способностью, для пуансонов и матриц используют антикоррозионную сталь или проводят азотирование штампующих поверхностей пресс-инструмента. При этом происходит увеличение их твердости от 58-60 до 86-90 HRC и сопротивление к износу. Износостойкость азотированных матриц 8 10 раз выше износостойкости матриц из закаленных сталей марок ХГ и ХВГ. Опыт изготовления подобного инструмента показал, что для изготовления штампующих деталей пресс-инструмента целесообразно использовать твердые стали марки ВК, которые обладают очень высокой стойкостью к износу по сравнению с инструментальными элегированными марками сталей. Для обеспечения нормальной эксплуатации пресс-инструмента имеет большое значение допуски на диаметры матрицы и пуансонов. Между пуансоном и матрицей не должно быть так называемой всасывающей пригонки, так как при сжатии таблетируемой массы должно быть некоторое свободное пространство для удаления воздуха. Например, стандартный зазор для таблеток диаметром 12 мм установлен в 0,05 мм. Максимальное допустимое отклонение не должно превышать 3% стандартного. При расчете на прочность матрица рассматривается как толстостенная труба, находящаяся под внутренним давлением P внутреннее. Величину внутреннего давления следует принимать равной максимальному боковому давлению PB, развиваемому при прессовании. Иногда при расчете матрицы принимают боковое давление равным давлению прессования. Обозначив внутренний диаметр матрицы через D маленькая, а наружный через D большое получим следующие значения напряжений на внутренней поверхности матриц. Тангенциальное напряжение и радиальное напряжение. По энергетической теории эквивалентное напряжение рассчитывается по формуле и не должно превышать сигма допускаемое. Наружный диаметр D большой матрицы может быть найден при известном внутреннем диаметре D малое и допускаемом напряжении сигма по формуле. Допускаемое напряжение принимается равным в 45% от напряжения текучести. Для предотвращения возможности разрыва матриц вследствие усилий, развиваемых таблеточной машиной, толщина их стенок должна обеспечивать и прочность и жесткость, то есть отсутствие деформаций, могущих нарушить правильную работу пресс-формы. Толщина стенок S матрицы рассчитывается по следующей формуле. При ориентировочных подсчетах толщину стенок матрицы можно определить по формуле. Высоту матрицы по такой формуле. При работе пуансоны подвергаются сжатию и изгибу. На сжатие пуансоны проверяются по формуле. Длинные и тонкие пуансоны обычно это нижние, имеющие длину L больше трех внутренних диаметров. Необходимо проверять на продольный изгиб. Сила, при которой может начаться изгиб пуансона, называется критической нагрузкой и определяется по формуле. Напряжения, возникающие при продольном изгибе, будут меньше предела пропорциональности. При условии, что P рассчитывается по формуле. Из формул, которые вы видите на экране, следует, что максимальная длина свободной части пуансона рассчитывается по формуле. В процессе работы таблеточной машины наблюдается износ и истирание штампующих поверхностей пресс-инструмента. Наиболее существенными факторами, влияющими на характер и степень износа пресс-инструмента, являются высокая абразивность таблетируемой массы, прочность материала, из которого изготовлен пресс-инструмент, давление прессования и конструкция пресс-инструмента. Прессуемые материалы могут состоять как из твердых абразивных материалов, так и из мягких округлых гранул, в состав которых входят различные вспомогательные вещества. Поэтому в зависимости от свойств прессуемого материала и режимов его, прессование происходит значительное изменение картины нагружения и деформирование пресс-инструмента, а также величины сил трения. Можно определить качественную зависимость износа со свойствами прессуемых материалов и внешними условиями трения. Наибольшее влияние на величину износа пресс-инструмента оказывает абразивное истирание прессуемым порошком, таблеткой и усталостное разрушение, вызываемое периодическими циклами нагрузки при прессовании и выталкивании таблетки. Абразивный износ характеризуется изнашиванием твердыми частицами, которые перемещаются относительно сопрягаемых поверхностей деталей или более твердого материала, металла, по более мягкой поверхности. Наибольшее значение величины износа наблюдается обычно в зоне образования таблетки, так как твердость спрессованных частиц порошка по характеру изнашиваемости соответствует абразивному изнашиванию закрепленных зерен. При таблетировании материалов штампующая поверхность пресс-инструмента обычно покрыта пленкой окислов, которая защищает основной материал от взаимодействия с контртелом, но не обеспечивает его защиту от упругой деформации. Так как штампующая поверхность пресс-инструмента обычно шероховатая, то основной материал при скольжении по нему тело подвергается сжимающим и растягивающим напряжениям. Эта повторно действующая нагрузка вызывает усталостное разрушение поверхности и приводит к образованию микротрещин. Усталостное разрушение происходит вследствие усталости основного материала и его пленки, которая выкрашивается и удаляется с поверхности. Если в состав прессуемого материала входят смазывающие вещества, то они обеспечивают предохранение штампующих поверхностей пресс-инструмента от деформации, так как способствуют выравниванию нагрузки, что вызывает уменьшение величины нагрузки на единицу поверхности. В процессе прессования в наиболее тяжелых условиях работает матрица и ее износ в 3-4 раза превышает износ пуансонов. Изношенные матрицы вызывают ухудшение качественных показателей таблеток и их расслоения. Срок эксплуатации изношенных пуансонов увеличивают под шлифовкой их формующих торцов. Восстановление матриц практически невозможно. Стоимость матрицы в 3-5 раз превышает стоимость изготовления пуансонов. В последние годы в таблеточном производстве внедряют так называемые конусные матрицы. В этих матрицах формующий канал представляет собой цилиндр, переходящий в конус. В результате конической формы снижается составляющая силы трения, а стенки матрицы при прессовании и во время выталкивания таблеток. При этом уменьшается брак по механическим повреждениям, так как такая форма матрицы позволяет предупредить крошение нижних ребер таблетки при выталкивании. Большое применение получили также и составные матрицы из обоймы и втулки. При этом достигается большая экономия вследствие уменьшения использования дорогостоящих сплавов стали. Например, при производстве составных матриц обойму изготавливают из стали 10Х, а втулку из более твердого сплава ВК-6. Рассмотрим характер распределения напряжений в составных матрицах. Обозначим внутренний радиус втулки через R1, а внешний через R2. Соответственно, внутренний радиус обоймы будет меньше внешнего радиуса втулки на величину дельта, то есть R2 минус дельта, а внешний радиус обоймы R3. При нагревании обоймы происходит увеличение ее внутреннего отверстия и втулка может быть свободно вставлена в обойму. Между обоймой и втулкой в процессе охлаждения возникает контактное давление ПК. При посадке внешний радиус втулки уменьшается и ее точки на контактной поверхности получают отрицательное смещение дельта-1. Одновременно происходит увеличение внутреннего радиуса обоймы, что вызывает возникновение положительного смещения дельта-2. Суммарное значение положительного и отрицательного смещений должно быть равно на тягу дельта, то есть должно выполняться следующее условие. Величины отрицательного и положительного смещений можно определить из следующих уравнений. Подставляя выражение одного уравнения в другое, получим такую зависимость. Исходя из изложенных выше, вследствие посадки втулка оказывается под действием внешнего давления ПК, а обойма под действием равнозначного внутреннего давления. В процессе прессования материала, когда на втулку действует внутреннее давление, возникают напряжения, которые должны быть алгебраически просуммированы с предварительными напряжениями на тяга. Составная матрица способна выдержать большие давления в результате того, что во внутренних наиболее напряженных точках напряжения имеют противоположные знаки. Ввиду того, что вследствие натяга происходит увеличение напряжений в зоне контакта у обоймы, натяг должен быть подобран так, чтобы при заданном давлении прессования была бы обеспечена прочность не только втулки, но также и обоймы. Учитывая условия А равнопрочности втулки и обоймы, можно заключить что? А в точке А выражение станет таким, а в точке Б таким. Подставляя выражение для точки А и точки Б в самое первое выражение, получим. Для определения величины натяга между обоймой и втулкой в уравнение, которое вы видите на слайде, из одного из предыдущих уравнений нужно поставить величину контактного давления. И тогда получим. Если допустить, что в уравнении, которое вы видите на экране, величина контактного давления равна нулю, тогда получим следующее. Это выражение имеет минимальное значение при R2, равное корню квадратному из произведения R1 на R3. Тогда получим. Оптимальные соотношения массы и диаметра таблеток также значительно увеличивают срок работы пресс-инструмента. В отличие от машин других типов, в ротационных таблеточных машинах можно изготавливать кольцевые таблетки специальным пресс-инструментом. В матрицу 1, закрепленную в среднем поясе ротора 2, снизу входит полый пуансон 3. Внутри пуансона по оси матрицы расположен стержень 4, который служит для образования отверстия в таблетке. Стержень закреплен неподвижно относительно матрицы. Верхний пуансон 5 имеет центральное глухое отверстие. В процессе сближения верхнего и нижнего пуансонов происходит прессование порошка, заключенного в кольцевом пространстве между матрицей и стержнем. Пресс-инструмент для изготовления кольцевых таблеток работает следующим образом. В процессе дозирования порошка нижний пуансон 6 расположен внутри матрицы 3. По величине погружения нижнего пуансона в матрицу регулируется объем заполняемой полости матрицы при дозировании. После дозирования верхний пуансон 1 входит в матрицу и происходит двухстороннее движение пуансонов навстречу друг другу. То есть начинается процесс уплотнения и прессования продукта. При соприкосновении выступа 2 верхнего пуансона со стержнем 4, последний под действием сжимающего усилия опускается в штоке 5 вниз. И в это время в матричной полости происходит образование отверстия в прессуемой таблетке. После прессования и выхода верхнего пуансона из матрицы стержнем под действием пружины возвращается в исходное положение. Таблетка из матрицы выталкивается нижним пуансоном. Пресс-инструмент таблеточных машин требует особенно тщательного ухода. Поэтому контроль состояния пресс-инструмента легче осуществить, используя эксплуатационные карты, по которым определяется эксплуатация, предел износа и плановая смена комплектов пресс-инструмента. Благодарю вас за внимание. Вы посмотрели видео, посвященное пресс-инструменту для таблетирования. Подпишитесь на канал, поставьте лайк. Я желаю вам всяческих успехов и до новых встреч.